Добрый день друзья! Сегодня предлагаем обсудить представителя одной из наиболее яркой и мощной за последнее время ветки немецких линкоров в игре мир кораблей, а именно немецкий быстроходный линкор 9 уровня Принц Руприхт. Принц Руприхт это представитель яркой и мощной ветки немецких пмк линкоров с торпедами. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет этот линкор в игре мир кораблей. Линкор имеет откровенно небольшое для своего уровня количество очков боеспособности 63900 и это всего на 1000 очков больше, чем у его предшественника Зейтен, который на 8 уровне имеет 62900, что тоже немного. Нужно отметить невыдающуюся противоторпедную защиту линкоров 23%, которую хотелось бы иметь получше в силу того стиля игры, на который намекает нам арсенал вооружения. Линкор Принц Руприхт имеет несколько усиленное бронирование. К примеру, бронирование способно защитить нас от залпов полубронебойных и фугасных снарядов в борт. Но вот залпы бронебойных снарядов будут прекрасно отрывать очки прочности от этого линкора. Следует сказать, что немецкое бронирование в игре всегда вызывает уважение и является, пожалуй, одним из лучших и даже стабильных в игре. Линкор Принц Руприхт способен уверенно сдерживать урон большинства бронебоек в нос и кое-что в ромб. И, конечно, как и все корабли в игре, этот линкор имеет ослабленные настройки, которые будут охотно впитывать урон, в том числе и фугасный. Принц Руприхт имеет ремонтную команду, которая восстанавливает 319 единиц очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается за 80 секунд. Кроме того, нужно подчеркнуть, что линкор, как и вся эта ветка, имеет фиксированное количество ремок. Всего 4 снаряжения аварийное подразделение или 5, при наличии перка мастер противоаварийных и ремонтных работ. Но есть и положительные стороны, ремка перезаряжается всего 40 секунд, что вдвое меньше обычного и в особо жаркие моменты нас часто будет выручать. Принц Руприхт имеет ускоренный формат восстановления боеспособности линкора. Расходник ГАП, который работает 110 секунд и способен обнаружить торпеды и корабли на расстоянии 3,8 км и 5,5 км соответственно. Кроме того, линкор имеет в своем арсенале торпедное вооружение. Вся эта мощь намекает нам на возможность более острого ведения боя. Будет ли нам этого хватать, особенно с учетом небольшого количества очков боеспособностей и невыдающегося ПТЗ, покажет время. Руприхт имеет неплохую маскировку для класса. Дальность видимости с кораблей 15,6 км и видимости с самолетов 11,8. Прокачав перки к капитану и используя модернизации и камуфляж, можем получить приятные 12,2 км засвета с кораблей. Наша маскировка позволит снизить концентрацию на себя фокуса огня противника. Кроме того, маскировка максимально приближает линкор к радиусу действия ПМК и позволяет эффективнее ловить портоходов. Руприхт имеет хорошую максимальную скорость хода в 32 узла. Средний радиус циркуляции 840 метров и средний показатель времени перекладки рулей 15,3 секунды. Совокупность этих характеристик для линкора дает приятную для класса маневренность. Наша маневренность вполне позволяет нам продвигаться во фланге вместе с крейсерами и вести достаточно маневренный бой. А при необходимости линкор способен даже поддержать захват точек, прикрывая своим ПМК союзные эсминцы, разгоняя эсминцы противника. Линкор комфортно себя чувствует на средней дистанции, имеет дальность ведения огня всего 18,8 километров, так как имеет хорошую маскировку и маневренность. Кроме того, Руприхт имеет хорошую для класса скорость поворота башен. Но следует отметить неудачную реализацию вращения третьей башни, которая появилась в этом неудобном месте на 8 уровне у Зейтена и часто не позволяет нам реализовать полный залп ГК. Перейдем к орудиям. 8 стволов в 4 башнях с приятным для уровня и класса калибром 406 мм. Учитывая нашу хорошую маскировку, дальность ведения огня 18,8 километров является комфортной. Средняя скорость полета снаряда 810 метров в секунду для фугасов и бронебойных. Неплохая точность, приемлемые углы наведения, приятная маскировка линкора намекают, что нам всегда будет в кого пострелять на средних дистанциях, а иногда даже очень удачно на ближних. Линкор с учетом количества орудий обладает неплохой для класса скоростью перезарядки орудий в 30 секунд. Мы имеем на борду уже 8 орудий, которые гарантируют нам весомый залп на уровне. Следует отметить несколько заниженный для калибра урон как фугасных, так и бронебойных снарядов у этого линкора. Максимальный урон осколочно-фугасных снарядов 4800 единиц с отличным бронепробитием 102 мм и средним на уровне для класса с шансом пожара 38%. Максимальный урон бронебойных снарядов 11500 единиц. Именно бронебойные снаряды и будут основными, ведь это же линкор. Противоаминный калибр линкора представлен 105 мм и 150 мм орудиями и уже способен наводить ужас на противника с базовой дальностью стрельбы 8 км. А в полной прокачке и с сигналом дальность ведения огня ПМК составляет 12 км. И на 9 уровне ПМК вносит еще более ощутимый вклад в копилку урона, что заметно по результатам боя. И именно по этой причине, а также в силу наличия расходника ГАП и торпед, этот линкор намекатался именно в ПМК сборке. Торпедное вооружение линкора представлено четырьмя четырехтрудными торпедными аппаратами, по два с каждого борта. Максимальный урон каждой торпеды 16533 единицы. Дальность хода торпед хорошая 12 км. Скорость хода торпед низкая, всего лишь 50 узлов. Заметность торпед 1,2 км, время перезарядки 140 секунд. Таким образом, этот линкор получил уже гораздо более мощный торпедный арсенал, чем у предшественника. Применяя торпеды на врывах или на отступлениях, Руприхт становится смертельно опасным противником. Кроме того, дальность хода торпед 12 км и их количество дает возможность еще более эффективного их спама в рыбных местах. Нужно отметить неплохое по своему урону базовое ПВО, которое представлено всего двумя аурами. Ближняя аура до 3 км с уроном в 350 единиц. И дальняя аура до 5,2 км с уроном в 200 единиц. Но вот отсутствие средней ауры ПВО линкора, а также мощь авианосцев 10 уровня и суперавианосцев, позволяет авикам проводить результативные налеты, постепенно отъедая откровенно небольшие запасы очков прочности. Перки командира и модернизации в нашем выборе направлены на улучшение вооружения, живучести и ПМК. Первый перк. Взрывотехник. Усиливаем ПМК, который вносит ощутимый вклад в копилку урона. Второй перк. Бдительность. Увеличиваем дальность обнаружения торпед на 25% и усиливаем ПТЗ на 7%, что позволит более эффективно реализовать заложенный в линкоре потенциал. Третий перк. Дальнобойные снаряды ПМК. Увеличиваем дальность стрельбы ПМК на 20%. ПМК – это наша ульта в ближнем бою, и мы ее обязательно усиливаем. Четвертый перк. Мастер противоаваинных и ремонтных работ. Добавляем по одному расходнику ремка и хилка и увеличиваем время их работы на 10%. За счет этого повышаем потенциал выживания нашего линкора. Пятый перк. Мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, повышая нашу живучесть. Шестой перк. Ручное управление ПМК. Повышает скорострельность и точность нашего ПМК. Так как это ПМК-линкор, мы установили следующие модернизации. Первый слот. Вспомогательное вооружение. Усиливаем живучесть установок ПМК и ПВО, что позволит нам более эффективно использовать возможности ПМК в бою. Второй слот. Система борьбы за живучесть. Мы горим, как и все линкоры, часто находясь под фокусом. Третий слот. ПМК-модификация. Увеличиваем дальность стрельбы и точность установок ПМК. Четвертый слот. Рулевые машины. Уменьшаем время перекладки рулей с борта на борт, повышая живучесть линкора. Пятый слот. Система маскировки. Маскировка существенно повышает эффективность линкора с учетом особенностей его арсенала, а также невысокого количества очков боеспособности. Шестой слот. Вспомогательное вооружение. Вывеличиваем эффективность установок ПМК и ПВО, что позволит нам более эффективно использовать возможности ПМК в бою и несколько повысить защищенность от авианалетов. Подводя итоги, следует сказать, что Принц Руприхт – это линкор, который в своем арсенале имеет мощные орудия главного калибра, грозный ПМК, такой нужный в ближнем бою расходник ГАП и смертельное количество торпед. При удачной реализации этих особенностей вы сможете оказывать существенное влияние на исход боя в духе настоящих немецких линкоров натиска. Самое сложное на этом линкоре выбрать правильный момент для натиска и при смертельной угрозе заставить себя вовремя начать отступление. Таким образом, рекомендовать этот линкор можно, пожалуй, более опытным игрокам, которые уверенно читают ситуацию на миникарте. А сейчас предлагаем вам к просмотру финал яркого и результативного боя на этом линкоре, чтобы оценить его геймплей и потенциал. Кроме того, прошу обратить внимание на ту эффективность и тот яркий геймплей, который способен подарить этот линкор в современном рандоме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА